Вместе с новоселами в Нахабинском ЖК Красногорский на первых этажах домов обосновались индивидуальные предприниматели. Сегодня их проверили на предмет выполнения экологического стандарта. Есть ли договор на вывоз мусора, спросили инспекторы ГТН. Мы сейчас находимся в Нахабино, Королева 3, дом, у вас здесь салон, правильно? Когда мы открылись? 26 августа, но сегодня уже октябрь месяц идет, там все. Для барбершопа критерий – количество рабочих мест. Для армянских продуктов – количество квадратных метров аренды. И для всех действует региональный коэффициент – 1,14. Умножить его на площади будет плата за месяц вывезенного из магазина по всем правилам мусора. У ИП «Бабаян» договор имеется. Не то, что у соседей – чешепуза. Нормы также распространяются на этот магазин товаров для домашних питомцев. Но индивидуальный предприниматель настаивает. Отходов где почти нет. Вы сами понимаете, что в этом магазине 3,5 контейнера, как они предъявляют на вывоз мусора, это просто нереальный объем. Смотрите, просто каждая контейнер-площадка, которая устанавливается, она идет из объемов накопления ТКО. Правильно. То есть, ваше, получается, не учитывается. То есть, и таких же коммерсантов очень много. И у нас, получается, проблемные контейнер-площадки. С начала 2019 года уже заключено более 1700 договоров. С начала года это 359. Но с учетом пандемии тут как бы ситуация. Мы поэтому идем навстречу сразу. Не принимаем административных мер. То есть, стараемся работать на предупреждение. Тем не менее, с начала года уже пять красногорских предпринимателей дождались штрафа, откладывая оформление обязательного документа. Переполненные контейнерные площадки в ЖК Красногорске и, как следствие, жалобы жителей – это результат бездействия предпринимателей, говорят в ГТН. Тем, у кого нет договоров, инспекторы выдали уведомление о явке в отдел. По стандарту должны быть и вывески, напомнили проверяющие сразу нескольким предпринимателям на улице Королева в Нахабино. Во-первых, портит облик застройки. Они не соответствуют требованиям вообще по нормам, которые мы используем в согласованиях. Как правило, они больших размеров и выполнены кустарным образом. Не несут никакой ответственности люди, которые их изготовили за то, что эта вывеска не упадет и никого-то не пришибет случайно. Согласование по стандарту глав архитектуры Московской области проводится через сайт Госуслуг. В отделе потреб рынка администрации проводят консультации о размерах, формах и возможных вариантах вывесок. Штрафов за несоответствие на этот раз выписано не было. Индивидуальные предприниматели обещали привести в порядок вывески в ближайшее время. Аминь.